всем привет сегодня хочу немного сформировать крону адениумов вот они у меня за зиму ведь какие вытянулись такие вообще красоты то никакой нет ну и конечно цветения нет потому что солнце сейчас так стало зимой но подсветка то есть но она все равно не заменяет солнце но не хватает все равно для цветения поэтому резать я его буду сегодня капитально конечно у меня есть прививки но думаю что сейчас солнышко и он у меня зацветет скоро я здесь приготовила уже инструмент перекись обрабатывать напомню для новых моих подписчиков кто не знает это у меня адениум привиты четырьмя сортами то есть сорта разные вот сейчас я буду его резать ветки его конечно можно и укоренить будет вот я буду его резать прямо так вот так буду резать эти ветки я скорее всего еще на укоренение так все будете буду резать буду ставить размер то есть прививки вот видите они у меня тут срослись в общем-то хорошо вот это вот тоже вот так буду резать так что он сейчас ой посмотрю так сейчас я это все посмотрю вот так у него он выделяет конечно же сок сейчас я его обработаю он кстати очень хорошо после обрезки он начал давать побеги и на солнце конечно он и зацветет эту веточку придется вот так вот убирать вот так наискосок здесь тоже материал очень хорошие принципе можно укоренить и вот эту рядом тоже буду резать так я примерно их вот так вот бровень сейчас все делать адениум очень хорошо переносит обрезки вообще очень хорошо так что не бойтесь формируйте потому что если его не формировать никакой красоты нет а так он может спором времени и зацвести и вот эту веточку я хочу тоже его прищипнуть сделаю чтобы она не выбивалась скромно здесь абсолютно ничем можно не обрабатывать он очень хорошо адениум затягивает свои рамки вот это вот веточка тоже ну можно ее попозже пусть она наберет когда побольше ее тоже можно обрезать ну вот такой красавчик у меня стал преобразился тоже нужно заняться еще и пересадкой конечно поменять грунт и купить им одинаковые горшки они конечно будут смотреть хорошо но у него конечно там корневая хорошая просто он же вообще там форма набрал очень тяжелый грунт у него легкие вообще как бы для адениумов очень рыхлый грунт и легкий а он сам весит на килограмм пять уже сам само растение без грунта то есть нарастил вот такие формы красавчик а крона сейчас у него будет прям хорошая он сейчас это все распушится и она будет гармонично смотреться с его вот основанием с его каундексом чем вот эти вытянутые ветки он тем более когда его обрезаешь он начинает еще и утолщаться так что решки не бойтесь ну теперь вот у меня еще второй экземпляр же еще есть такие больших это у меня сорт мадам паттерфляй вот кстати на то модель который мы показывала 4 прививки вот как раз то там еще есть и прививка мадам паттерфляй я прям срезала отсюда черенок и прививала на тот адениум и также вот за других сортов я также посрезала черенки и туда привела все прижились хорошо этот адениум я заказывала зип нам а но он у меня был гораздо меньше а сейчас то он у меня конечно нарастил себе попочку хорошую но прививки я ему сейчас тоже буду эти срезать вот это вот длина мне совсем не нравится тоже буду его резать так вот я его покрутила мне конечно вроде как и жалко то не нравится я я его все таки буду вот так вот прям оставлю здесь вот так вот это все я буду убирать руки чешутся мне вообще его вот так обрезать но тогда не останется вообще ни одного листочка ну в общем попробуй так потому что обрезать когда как бы не поздно вот это вот тоже я хочу наискосок тоже такой одной длины но здесь два побегал он пустил но оставлю как-то вот так да так мне больше нравится но не люблю я хвосты эти просто он сейчас вот конечно вот просится конечно ниже это все обрезать но просто вот здесь вот раздвоился он здесь вот тоже раздвоится здесь вот уже побед пошел даже здесь он даст вот здесь вот он в одну ветку боковую но после обрезки у него конечно могут проснуться здесь тоже боковые почки также его промахну но я вот на личном опыте я заметила что обрезка она в принципе сказывается на адениумах очень хорошо положительно я уже сказала что после обрезки он начинает утолщаться наращивать попочку форма конечно для адениума это тоже многое значит он конечно красиво цветет и он причем может допустим вот здесь вот даже дать цветочные почки сразу после обрезки он не может допустим не листья будут расти а сразу могут и бутон у него набраться то есть здесь как бы и будет утолщаться самая главная попочка ну вот что получилось мне конечно так больше нравится они какие-то прибранные стали вот материал для укоренения конечно очень хороший остался и скорее всего я их укореню я немножко напомню их нужно как бы убрать листочки желательно да и оставить на двое суток недельку пусть даже полежит чтобы он затянулся такой знаете как бы подсох хорошо череночки да вот эти вот и потом просто в перлит и все можно даже никакой тепличка ничего не делать просто перлит и попрыскивать чуть-чуть да перлит чтобы и он очень прекрасно дает корешочки вот у меня экземпляр один сейчас я у него он сидит у меня в перлите вот его надо уже конечно это вот у него корешочки очень хорошие вот они полезны сколько корешочков у него много прям появилась и начала вот макушечка уже то есть его сейчас уже требуется в грунт вот когда я буду пересаживать адениум и его пересажу а пока он пусть у меня посидит в перлите я уже говорила и не раз что адениум это такое растение которое можете проявить свою фантазию и сделать его таким каким бы вы хотели увидеть просто там вот эта игра с корневой системой как бы наращивание вот этого каудекс то есть уже можете ему там какие-то косички наплести то не знаю завернуть его как-нибудь я не знаю ну вообще вот что вы вот представляете что вот ваша фантазия угодно вот то и можете с ним сделать у меня кстати на моем канале есть много видео про адениум и с корневой системы как я работала и заплетала я его кстати вот у этого я после это плела тоже по моему другого тоже можете зайти и посмотреть увидимся в следующем видео а